Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я решила сегодня тоже снимать влог. Я сегодня в теплом худи. Кстати, ношу его дома и очень сильно его полюбила, хотя когда я только получила и открывала посылку, я думала, блин, что за хрень мне пришла. А сейчас очень нравится. Каждый день я вот в нем. Сейчас пойду покупать себе вкусняшки для мукбанка, потому что ровно два дня я не снимала для вас мукбанки. И мне есть куча всего, что я могу вам рассказать. Мне очень хочется сесть и начать снимать. Вчера весь вечер смотрела чужие мукбанки и думаю, блин, надо снять это, надо снять то. В общем, сейчас пойду покупать себе вкусняшки. Пришла я уже домой. Сейчас буду снимать для вас мукбанк. В общем, взяла такой блинный торт. Вот такой вот сладость. И знаменитый красный бархат. Вот такой вот. Буду снимать для вас мукбанк. Еще сосисочки взяла. И так на повседневку поесть себе. И вот такой кусочек пиццы. Замонад 50. Получается 60 рублей такой кусочек. Но он огромный просто. Правда, не тепленький уже, но ничего. Я-то надеялась, что у меня в холодильнике еще есть киви. А он настолько жесткий, что я сюда уже положить не смогу. У меня такой бедненький стол, однако, получается. Но я не люблю такой киви. Очень жесткий. Обратно в холодильник его. А это доказательство того, что я одна. Мамочка уехала. Твиксик там. Короче, бардак, срач. Время уже вечера. Я до сих пор не собрала постель. Надо, кстати, поменять постельное белье. И все-таки прибраться. Если бы мамочка была бы дома, то ни в коем случае я бы не могла себе позволить застилать постель аж в 7. Потому что уже скоро все равно спать. И, в принципе, особо смысла собирать постели нет. Но я, если честно, ненавижу, когда я ложусь спать. И у меня еще не собранная постель. Даже если это будет, не знаю, в 11-12, я обязательно соберу постель. И потом разберу и лягу спать. Тем более, мне надо было поменять постельное белье на новое, красивое, очень приятное на ощупь. Кстати, это постельное белье. Не знаю, как вы, но я ненавижу надевать пододеяльник на одеяло. Это нереально сложно. И готово. Мне, кстати, в комментариях писали, что пора заменить это одеяло на розовое. У меня раньше было розовое, только я его быстро попачкала. И сейчас не могу найти оттенок, который мне подходит под обои, чтобы был точно такой цвет. Нету нигде. А это все пойдет в стирку. С кроватью мы более-менее разобрались. Посмотрите, какой бардак у меня здесь. Это рабочее пространство такое. Надо прибраться, конечно же. В предыдущем влоге я вам показывала свои спиртовые маркеры, которые я купила. Мне наборчик очень нравится. Я использую прям с удовольствием. Делаю коллекции. Сделала аж три новинки. В общем, увидите на моем втором канале. Ссылочку вам обязательно оставлю в инфобоксе. Обязательно заглядывайте. В общем, я в восторге от этих фломастеров. Думаю, что ближайшие, наверное, полгода они мне будут служить верой и правдой. И они просто не сравнятся с обычными фломастерами из магазина. Продолжаю снимать влог спустя уже, наверное, 3-4 дня. Мама приехала. И посмотрите, сколько у нас хурмы. Здесь еще одна коробочка. И здесь еще одна. Понятное дело, столько мы не съедим. И я вчера, прикиньте, как сумасшедшая съела шесть хурмы за раз. Шесть огромных. Триксик у нас просто нюхает и проходит мимо. Но столько нам много. Поэтому сегодня пойду раздавать родственникам свежую хурму. Вот так. Пару дней назад делала здесь уборочку. А сейчас все. Все как и было. Я вчера до ночи рисовала вот такие вот бумажные сюрпризы. Посмотрите, как красиво получилось. Огромная коллекция. Она будет состоять из 12 или 13 пакетиков. Вот это еще только неразукрашенный вариант. В общем, это мои пакетики и бардак. И вот с таким бардаком я легла спать. Я уже накрасилась. Буду снимать мукбанг. Мое сегодняшнее утро началось с сообщения ватсап. Мне двоюродный брат отправил фотографию с его дочкой и маленьким котенком. Таким рыжим. Очень милым. На улице просто дождик. Ужасная погода. И несмотря на то, что у них уже есть кошка, они решили приветить еще одного котенка. Это мальчик. Такой милый, такой сладкий. И так мурлыкает буквально, как будто это трактор. В общем, в такую дождливую погоду они все-таки решили приютить еще одного котенка. Просто стало жалко. Вот я, знаете, в душе так подумала. И, блин, если бы каждый из нас, и вы, и я, вот взяли хотя бы одного котенка с улицы, и вы представьте, сколько счастливых животных было бы. Вот у меня, например, Твикс появился. Я безгранично счастлива. Я очень рада. Не было ни одного дня, когда я пожалела о том, что я его взяла. Поэтому учтите этот момент. Если хотите завести домашнее животное, я вот от всей души вам советую и рекомендую. Особенно приютись именно с улицы. На улице погода оставляет желать лучшего. Сегодня с утра льет, как из ведра. Вот надеюсь, хотя бы завтра погода улучшится, потому что завтра мне уже к стоматологу. Как вы думаете, куда я? Я очень хочу увидеть этого персика и вам, кстати, покажу. Еще мне надо отнести хурму. Я сегодня, как ишак, таскаю хурму по всем родственникам. Вот такие два пакета, но сейчас мне идти недалеко. Так что прям подъезд тот же почти. Смотрите, какой персик здесь. В общем, ребят, может кому-то нужен такой вот персик. Очень сладкий мальчик. Вроде не такой уж и маленький. Смотрите, какую радость. Как его назвали? Ириской? Ириска? Ой, как мурлыкает. Это прям трактор какой-то. Как Сонечка, кстати, его восприняла, Менни, голову радость. Посмотрим на реакцию королевы. Сонечка! Сонечка, смотри, кого я нашла. Что-то реакция у нее не очень дружелюбная. Она не смирилась, по-моему, с тем, что у нее появляется пополнение. Шипит, шипит все-таки. Очень ласковый. Еще впервые она говорит, что он еще и обжора. Что не даешь ест. Сплошные плюсы. Смотрите, как трактор мурлыкает просто. Сам приперся, прикиньте. Ой, ты мой, радость, радость, радость. Как будто он в прошлой жизни был человеком, и он знает, как найти подход к людям. А, ты его еще не купала? Сейчас немного дома не хотела. Да, что ваш? Он ко мне подкатывает, ребята. Он хочет что-то большего. Он хочет к Твиксу. К Твиксу хочешь ты? Твикс дружелюбный, не то что Соня у вас. Она сегодня целый день нервничает. Смотрите, как жадно он ест. Хотя только что его покормили. Опять ест. Наверное, он голодал на улице. Хотя по нему не скажут, что он голодал. Это у него живот такой сейчас стал. Да. Да, огромный стал. У него отняли еду, а эта еда уже Сонечки. Пришел и крадет. Действительно, как он ест. Ой, ты что, родственник Твикса? Ты из их рода, видимо. Это просто какой-то мук-банк. Да, действительно, действительно, как будто кто-то сейчас отнимет. Смотри, смотри на него. Да, да. Ее не видно просто. Да-дам. 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 Посмотри на ее лицо. Она думает, что происходит. Из моей низки. Посмотрите на ее реакцию. Шипит. Она даже трясется, нервничает. А ему пофиг. Ему хоть бы что. Лишь бы пожрать, попить. На ее реакцию. Королева Хатты. Она явно не рада таким соседям. Блин, нормальный кадр не смогла заснять. Этот прячется пока что, шифруется. Облизывает себя только с помойки. А это не нравится. Она аристократичная дама, породистая, поэтому таких вот голодранцев она не терпит у себя на территории. Но этому плевать, видимо. Он облизывает себе ляшку. Это вся дрожит. Уже не может на нервах. Сегодня уже 4 часа как не спала, ничего не ест. Вот. Зато ее весь корм съел он. Как ненормальный сладкий персик. Ты что делаешь, Сонечка? Это братик. Младший братик. Братик, ты что творишь? Вот такое вот у нас знакомство проходит. Но я думаю, они подружатся, в конце концов. Сонечка, не нервничай. Не нервничай, все в порядке. Я себя чувствую как этот, BBC, который... В мире животных. В мире животных. Этот взгляд. Ревность выглядит вот так. Знаете, почему у нее сейчас истерика? Он у меня, он у меня. Я когда спал, под одеяло лез. Да, котик был, который обожал Джабраилу. Кот так должен делать. Кошка, да? Или кот кошки не важно. А когда Соня пришла, это невозможно ее погладить. Этот взгляд. BBC, извини. Смотрите, какой сладенький. Я тут пью чай с хурмой. И вот он пристроился. Очень ласковый. Я просто пошла за камерой, немножко его потревожила. Он не любит, когда его тревожат. Вот по собственной воле. Сам пришел. Поэтому я вам говорю, что бездомные животные полны просто любви, ласки. Просто нечто. Он подтверждает. Мяу. Подтверждает. Мяу. О, вот. Я уже дома, мои хорошие. Сейчас съем пару штук хурмы и пойду рисовать. Разговаривала с папой по телефону, по видеосвязи. Он мне показал камеру. Просто он заказал в черном цвете и сегодня как раз таки ему доставили. Там был в серебряном цвете вот такой вот. А я хотела именно черный. И почему-то черный стоит дороже. Просто из-за цвета дороже стоит. Хотя функции одни и те же у камеры. Кстати, странная какая-то тактика. Мы когда, кстати, холодильник покупали, та же самая шляпа была. Тот цвет, который нравился мне, стоил дороже где-то на 2000. Почему так происходит, я честно не понимаю. Как-то глупо, мне кажется. Но, возможно, есть в этом какой-то смысл. Ну, в общем, я видела свою камеру. Это просто нечто. Это моя мечта. И мне ее подарили. Это так мило. Я прям не могу. И как только я получу камеру, я хочу снять мою коллекцию золота. Потому что эта камера может снимать вот такие маленькие вещи в хорошем качестве, с размытым задним планом. В общем, макросъемка. Так что в ближайшее время, где-то, наверное, думаю, в середине декабря я вам отсниму такое видео. Покажу все украшения из санлайта. Покажу вам и другую мою ювелирную, ювелирную из теля. Думаю, будет интересно. Спасибо огромное, что досмотрели. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Куда делся фокус? Куда делся фокус? Фокус, фокус, фокус. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok